Всем привет, друзья! С вами развлекательный канал S&G. Приключения в мире Skyrim с нашим героем Алексом продолжаются. Ух ты! Кто это у нас там сидит? Давайте посмотрим. Ты кто? Орг? Девушка? Охотник? А что я делаю? Ай, прости, еду твою испортил, похоже. Извини, извини. Ох, оленя завалило. Так, ты не против? Я смотрюсь у тебя здесь. Ух ты! Хороший сундук, слушаю тебя. О, 90%. Ладно, не буду уже полностью обрадовать этого охотника. Все-таки надо уважать труд чужих людей, да, людей, хотел сказать. Ну, орков. В общем, разумных существ. Так, я напомню, что мы отправляемся сейчас к Септимию. Наконец-то мы набрали все образцы крови, которые были ему необходимы. Дольше всего пришлось добывать, да, кровь высокого эльфа, но и он нам попался в итоге. Так, куда нам? Ох, в этот туман точно. Как же я забыл. На север. Интересно, что же Септимий будет делать с этой кровью? Наша лошадочка опять пошла по своим делам. Как обычно это и бывает. Такое имя еще Септимий. Напомню, что валюта здесь в Скайриме именно Септимы, да? Одна монета, один Септим. Прикольное имя, допустим, Рубли или Долларий, я не знаю, Еврей, Еврей, Еврей. Ладно, ну-ка, Септимий. Копай, Двемер, в потустороннее. Я познаю твое неведомое и поднимусь до твоих глубин. Я и забыл, что ты немного съехавший. Вот вся твоя требуемая кровь. Я их почти слышу. Я чувствую их жизненную энергию. Идем, я приготовлю смесь. Пошли. Благо, далеко идти не надо, да? Ты прям в воздухе это все сделаешь. Готовы? Да ладно. Оу, так может голова закружится. Ух ты ж. Однако. Эй, подожди. Там ничего плохого не будет? Септи. Ух ты ж, мать. Это, это просто книга? Я вижу. Мир, что за гранью бурлит в моем мозгу. Это великолепно. И? Ого, ценность книги. Огма Инфиниум. Я не могу ее прочитать. Так, что не так? Я не понимаю. Септимий. Алло. Не, не, не. Ну, я же добыл кровь. У нас же все получилось. Что за лакбак произошел сейчас? Эй. Эй. Так. Что-то здесь не чисто. Не правда ли, ребята? По-моему, игра... О, мы словили какой-то бак. Может быть, безжалостная сила поможет ее исправить? Да, я эту книжку прочитаю, а? Куда ты побежал? Драться будем? Куда ты побежал, слушай? Твои голубины покроются разумом! Да? Эээээ... Мы убить его должны были. Окей. Забрать Огма Инфиниум. Заполненный словарь. Это я возьму. Извлекатель эссенции. Да, Септимий. Совсем съехал. Ладно. По крайней мере, мы раздуплили его. И как-то то ли игру сломали, то ли игра сломалась. Мы ее починили. Не знаю. В общем... Давайте посмотрим, что здесь. О-о-о. Что эта книга дает-то? Твою мать. Я и забыл, что здесь еще и отвратительная бездна. Я не твой герой, чудище. Кто же по-твоему привел сюда Септимия? Кто по-твоему защищал тебя в пути и помог открыть ящик, чтобы выпустить мое знание в мир? Вообще, я сам все сделал. Ну ладно. Твоя главная воля это иллюзия. Признаешь ты меня или нет, это твое дело. Но я пребуду в твоем разуме. Ныне тебе дарован мой Огма-Инфиниум. В нем содержатся знания веков, открытые к Сарсису моему верному работу. Сотни лет он был скрыт от мира. Септимий стал инструментом его открытия. Теперь он в твоих руках. Давай творить чудеса вместе. А я бы хотел задать пару вопросов, но ты исчез? Тогда ладно. Украсть кувшин. Нет, зачем нам красть? Хотя никого же больше здесь нет. И не будет. Мне вот интересно. Огненная соль. Испытание Баэтии. Что за зов Баэтии? Найти святилище Баэтии. Окей. Амм, блин, ну... И что? Что нам эта книга-то дала? Перед вами расстилается океан познаний. Выберите раздел, который хотите прочесть. Ух ты ж, путь силы. Кузнечное дело. До 95. Тяжелая броня до 23. Блокирование до 26. Двуручная до 27. Стрельба до 50. Отлично. Все? Больше я не смогу ее прочесть? Эх! Надо было выбрать, да, один раз. Удалено? Эй! Ну да, все, я ее прочитал. У нас новый уровень, наконец-то. Давно его не было. Давайте магию что-ли прокачаем, я не знаю. Так, и теперь надо подумать, чтобы, чтобы, чтобы нам поднять, чтобы нам поднять скрытность, легкая броня. Что там последнее в легкой броне, кстати? 10-ти процентная вероятность полностью избежать рукопашного урона при ношении полного комплекта легкой брони. рукопашного. Ну, то есть, это не только, я надеюсь, кулачный бой. Я хрен его знаю. Ну-ка, стрельба, давайте-ка, мы поднимем немного стрельбу. Раз уж я луками стал пользоваться, почему нет? Почему бы и не поднять? Ладно, кузнечка 95 уже. Когда мне вообще натоест мечом пользоваться и луком, может быть, там, перейдем на двуручное оружие или на магию вообще, это было бы круто, мне кажется, попробовать. Все хочется попробовать в этой игре. Но, видите, уровень сейчас очень долго качается, поэтому тяжеловато новые навыки изучать. Эх, Септимий, 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 Септимий. Куда же ты дошел со своими экспериментами? Мне попалась книга, в которой говорится о святилище Баэтии в горах Блис Винхельма. Ну-ка. Я там не был? Нет, я там не был. Ну что, пойдем. Наши приключения продолжаются. Напомню, что за братьев буря мы выступили в этой войне и уже она вовсю идет, Вайтран захвачен и, по идее, ожидается продолжение боевых действий с нашим участием, но, видите, мы занимаемся совсем другим делом. Что за звуки? Улан Дил. Где мой конь? Или лошадка? Вот она. Поехали. Так. Куда бы мы по дороге мы сможем туда пройти? Я сомневаюсь. Так что через лес пойдем. А это что за место? Здесь еще одна дорога, кстати. Ферма Кружка Брэнди. Прикольно. Можно будет когда-нибудь туда зайти. Наверняка мы когда-нибудь туда и зайдем. Игра приведет нас туда. Нам на гору похоже. А здесь у нас что за места? Тоже какие-то фермы? Ферма Хлаалу и ферма Астралист. Что-то знакомое кстати. Но мы здесь не были. Так, лошадка, ты что-то как-то медленовато бегаешь? То, что в гору поднимаемся видимо. На пути у нас еще какое-то здание или что-то типа того. Что это у нас? Я специально все осматриваю, чтобы потом сюда перемещаться быстро. Но пост предателя как-то мне не хочется посещать. Как нам наверх? Развилки никакой не вижу. Ладно. Там что-то нехорошее происходит. Я не буду туда лезть пока. Я туда лезть не буду. А здесь у нас что? Немецкие флаги? Я один это вижу? Привал беженцев? Что? Ледяной тролль? Так, ладно. Германские флаги. Это конечно круто, но с ледяными троллями как-то не хочется сражаться сейчас. А вот интересно, мы здесь поднимемся вообще? А? Лошадочка. Вы не можете идти в эту сторону? Почему? Ладно. Сейчас погибло бы опять. Так, ладно, стой здесь. Сейчас дядя Алекс разберется с неугомонными ребятами. Только я хочу как обычно это сделать не мечом, а не мечом, а луком. Тем более у нас сейчас вроде как повыше урона должен быть. Не видит нас. Куда ты лезешь? Сейчас погибнешь. Что это было сейчас? Ладно, не важно. Эй! Что со стрелами сейчас было? Так, тихо, ребята. Полетаем. Почему нет? Ладно, они меня все равно видят. Лошадь побежала, нормально все. Я привык. Есть контакт. Прямо в упор. Добежал вплотную ко мне. Ледяной тролль. Одна стрела только. Эй, а где второй? Где второй тролль? Я не понял маленько. ну ладно. Ну что ж ты уходишь все время от меня? Ай, ладно, без нее будет быстрее. Как нам подняться туда? чуть правее. Возможно. Что за светилище Баэтии вообще? Что-то знакомое, но я не помню. Были? Ну мы там не были. По карте показано, что не были. Но в Скайриме такое бывает, что игра забывает, где мы были, где нас не было. Но сейчас вспомним, я надеюсь, если я достигну этого места. Ну давай, давай. Отлично. Я вижу, куда нам нужно. Не факт, что мы туда сможем подняться. Отсюда именно. Ай, черт. там тоже очень отвесное такое место. Как туда подняться? Слушайте, ребят, вот здесь мы не сможем подняться вообще никак. Или сможем? Ааа, мне не хочется обходить, когда совсем рядом цель уже. Ну да. Это бесполезно, мы здесь не поднимемся. здесь не поднимемся. А как тогда туда? Ааа, не говорите мне, что вот отсюда надо было забираться. Или мы можем пройти дальше и там подняться. Не понял. Понял. Атронах против тролля, да? Он меня не видит. Можно спокойно убивать. Есть контакт. Ну вот, убил ведьму. Хотя ладно, молодец. Огненная соль. Отлично. Пока пешком бегаем, надо собирать всякие травки для алхимии. Чтобы потом прокачиваться дальше. Ну давайте железо подбываем. Почему нет? Берем максимум из наших приключений, путешествий. Надо посмотреть кстати, как у меня с этим запасом места. Есть такое ощущение, что не то. Хотя нет, 281 из 555 места предостаточно. Кстати, мы поднимаемся правильным путем, я уже чувствую это. Лучше лук держать на готове. Найти поклонников Боэтии. Ну, я вижу их. Они межные? Довольно. Мы верные служители Владыки Боэтии. Так. Ты здесь, чтобы испытать себя? Я нашел книжку, ее не читал, но видение показало мне, что сюда часовню Боэтии нужно явиться. А кто это Боэтия вообще? Повелитель интриг, обманщик народа, пожирательница Тринимака, королева теней, богиня погибели. Тот, кто уничтожает и та, кто стирает. У госпожи много звучных имен, но они нужны лишь нам, простым смертным. Можешь воспевать ее могущественные имена хоть до скончания века, все без толку. Имена не значат ничего для госпожи. Она заботится лишь о тех, кто готов сам позаботиться о себе, чей дух полон силы о жизни деяний. Мое сердце полно стремлений, а жизнь наполнена событиями. Ну, это уж точно. Если ты желаешь узреть нашу темную госпожу, вот что тебе надо жить сделать. Опять что-то плохое, да? во-первых, докажи, что твой язык способен лгать. Найди человека, завою его доверие, приведи его в святилище. Затем скажи своему пленнику коснуться жертвенной колонны. Магия захватит его и лишит силы к сопротивлениям. Затем не колеблясь ни секунды, вонси ему в сердце ритуальный клинок так глубоко, чтобы воды его сердца омыли лезвие. Ладно, я это сделаю. Кто такие вообще? Дерутся там. Я бы вам сейчас всем надавал. Блин, ни хрена себе их тут. Интересно мне, кого же мне заманивать? Кого-то сожгли. Черт. Черт. Кого я могу сюда заманить? Не хотелось бы никого. Лишать жизни ради своих интересов. Но я напомню, мы в темном братстве провели немало времени. И об этом как-то не задумывались, да? Убил женщину. Молодец. А, со мной сразишься? Слово, сказанное вовремя или вовремя. Хочешь помериться силой со мной? Да. Хотя мы живем в тени. Игра не позволяет. После себя в мире неуничтожимы след. Если хочешь привлечь внимание поэти, тебе нужно... Я вот думаю, кого взять. Кого не жалко. Какого-нибудь наемника, да? Черт. Того, кто должен мне доверять. Ну, возможно, наемник в Айтране будет тем самым той самой жертвой. Я не знаю, получится, не получится. Но это интересно. Так бы я, конечно, не стал этого делать. Если отыгрывать, да, полностью роль и характер нашего героя. Ну, да ладно. Мне просто интересно реально, что там будет. Так. Тебе просили кое-что мне дать лично в руки. Давай. Посмотрим. Письмо. Не знаю от кого. Он не назвал. Да, как обычно. Просто сказал, что он твой друг. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Как обычно. Найти источник силы в месте под названием Курган Железный. Отлично. Там еще слово. Друг. А сколько время? Блин, я не знаю. В таверне там кто-нибудь сидит, нет? А таверна у нас здесь, да? Горцующая там. Облачный район. Что это такое? А вот хрен его знает. Так. Вот здесь где-то был наемник, я помню. Нет, Изольда, ты не наемник. Сигурд. Мне нужны те, на кого можно платить. Синмер. Теперь я начальник стража. Ясно. Вот. Утгер, не сломленная. Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Ты, должно быть, любишь битву. Самые прочные клинки закаляются в пылу сражения. Есть такая старая нордская поговорка. Кроме того, настоящий норд не упустит шанса испытать себя. Следуй за мной, мне нужна твоя помощь. Тогда не будем терять времени. Отличный вариант. Ее и исполним. Хеймскр. Восхвалим Талоса и всех богов. Вайтран освобожден истинными сынами Скорима. Ты идешь за мной? Молодец. Сейчас мы с тобой отправимся в одно место. Там нужно расчистить. Заманить кого-нибудь в ловушку с отелищей и убить его. Часовня Баэти, не слышала? Там всякие собираются верующие. Ненормальные. Надо зачистить это место. И оградить Скорим от новой напасти. Слово сказанное вовремя или вовремя... Нет, мне нужен мой меч, который просто читерным у меня уже становится. Также мне нужен мой крик. Ну, давай. Где ты? Иди сюда. Жди здесь. Эй. Ну, не получается у меня. Зачем ты это делаешь? У меня не получается. Так, подожди. Мне нужно привезти кого-то в святилище Баэти и подговорить коснуться жертвенной колонны. И когда жертва попадет под влияние магии, ее нужно будет убить. Тогда мне явится Баэти. Коснись жертвенной колонны, пожалуйста. Мы идем? Нет, тебе кое-что нужно. Ладно. Чтобы отдать приказ к футнику, передвигайте прицел, пока не появится нужный приказ. Что? Договорились. Давай. Касайся. Договорились. Эй, ты коснулась или нет? Следуй за мной. Иди. Иди. Еще раз. Я все еще... Ладно. Что? Что? Договорились. Но? Договорились. Вот она. Прости, Утгерт. Прости. Я теперь должен ее убить, да? Теперь ты проводник воли Баэти? Ничего себе. Ты думаешь? Скажи, зачем тебе понадобилось убивать любовь, и доверял тебе здесь, в моем святилище? Утгерт, не сломленная в мире ином, ради твоей милости. Милость? Мое расположение, это не игрушка для развлечения у простых смехов. Мне следовало бы убить тебя за герзость... Ну, попробуй. Я не страшусь тебя. Я не страшусь тебя. Я слышу. Мне нужен Баэти. Мне подойдет только самый безжалостный, хитрый и коварный. Вы собирались здесь ночью за ночью, принося на мой алтарь глупцов и бесцельно ссорясь между собой. Но кто из вас воистину превзошел остальных? Докажите мне, что вы достойны. У меня будет особое задание для того из вас. Аааа, ребят, вы этого не хотите сделать. Понеслась. Вот это ад просто. Ну что, один на один остались? Ты маг, да? Давай мы с тобой на магии посоревнуемся. Ага. Давай, ледяная буря. Как тебе такое? А? Нормально. Так, что у меня еще есть? Давайте пробовать. Плащ молнии, огненный плащ, огненная стрела. Колдовство. О, нет, это не то, иллюзия. Страх, успокоение, ярость, ясновидение, изменения, паралич. Подожди, иллюзия. А есть у меня оживление, допустим. Оживление зомби. Ну-ка. Достаточный запас магии, да? Эй, у нас получилось или нет? Я хочу оживить кого-нибудь. Ладно, не получается. Отпугай меня старший. Ну, это ладно. Так. Плащ молнии. Как тебе? Посражаемся на магии, почему нет? Я вижу, тебе неприятно, да? А у меня еще есть крик, который мне поможет. Так, а это у нас будет, допустим... О, кстати, я хотел попробовать. Ладно, не сейчас. Надо было сразу тогда уже. Грозовой зов. Тебе хана будет от этого, друг. Зов доблести. Ну, давайте зов доблести, что ли. Тебе хана, друг. Ох, красиво. Спасибо. Хак, он одноглазый. Похоже, я тебе подойду, да? Теперь, лишь на время решающего испытания. Сможешь ли ты забыть про честь и нанести удар из-под тяжка? Честь, оправдание труса. Угроза, угрозы. Ладно, ты все-таки... И, кстати, это приводит нас к тому, что меня беспокоит и часть. Мой прежний воин стал недостаточно хорошим на меня. Пора его заменить, так как того требуют обычаи. Где мне найти его? Его укрытие находится на хребте Острия Ножа. Там он разыгрывает из себя короля бандитов и грабители в большой дороге. Ну, я думаю, не надо больше слов, он уже мертв. Убей всех членов его шайки до единого. Сделай это тихо и незаметно. Насколько возможно. Потому что тут дело не в тебе. Ты всего лишь мое оде. Убей его, хладнокровне-хладнокровного. Лиши его роскоши защищаться. Ну, это мы делали уже не раз. ...правданно, что упадет на землю. И все следы его приближенных будут стерты. Забери мою ивалиновую кольчугу. Это дар моему истинному волю. Ради не я вся эта кутерьма. Проложит тебе путь твоя воля. Ох, Хакан, ты бы знал, в чем ты мне помог. Ну да ладно. Возвращаем себе наше оружие. Ой. Хе-хе. Да уж. Жертвенный клинок, кстати. Я ведь не им убил. Ну ладно. Удгерц. Жареный лопарей. Даже дом у тебя остался. О, я надеюсь, никто тебя искать не станет. И разбираться, что здесь было вообще. Да. Взял, убил наемницу. Надо для своих собственных интересов. Ладно, тогда надо заканчивать уже, что здесь было. Потом Алексу будет это сниться. По ночам. О. Мы же здесь были. Ладно. От мшистой пещеры мы пойдем, чтобы... Сразу там не очутиться в пылу битвы. Битвы. Лошадка, стоь здесь. Я тебя брать не буду с собой. Там все-таки бандиты убьют тебя ненароком. Тем более бежать здесь недалеко. Правда, по горам, по долам. Что это? Я что-то видел. О. Я пройду мимо. Я не буду вмешиваться. Хотя там солдаты братьев бури. Да ладно, это имперцы. Вы бы знали, что я за братьев бури. Вы бы так со мной сейчас не разговаривали, а достали мечи. И мы бы уже говорили на языке битвы или войны. Кому как больше нравится. Вот он, хребет этот. Ладно. Нам сказали убить их... Как можно незаметнее, да? Давайте сделаем это. Есть ли у меня... Какой-нибудь яд? Только яд-то морожение. Я весь яд-то выбросил. Или продал. Не помню точно. Ладно. Тренируешься. Следующий. Крик не тот. Крик не тот. Магия. Крики. Почему нельзя было вызвать, кстати? Он меня не видит. Кто там? Разбойник. Минус. Так. Надо бы зарядить, кстати, лук. Есть. Смотрите, мы как луком их раскладываем, а? О, это что такое? Ну-ка, давай, не нарушай законы физики. Больше никого, что ли? А где же главарь? Тот самый, которого нам нужно убить. Сундук на новичке. Отлично. Эбонитовая броня. А стоит ли она того, что мы сейчас творим? Ну, ладно, бандитов мы убиваем, это хорошо. А вот что до этого сотворили? Понял. Сколько вас там? Блин, их двое. Отлично. Поэтому, я думаю, нам лучше взять меч. Тихонечко. Эй! Громила. Не получилось. Не получилось скрытно до конца, но ладно. Нет, бандит-маг, ты не справишься со мной. Чешуйчатка. Ладно. Вроде скрытно убил, как он меня заметил. Он, видимо, рядом был совсем. Ладно. Ничего не остается, как заходить внутрь. Снаружи мы всех перебили. Шахта острие ножа. Шахта острие ножа. Что в этой шахте, кстати? Да будем, если что. Грибочки, грибочки, грибочки. Опа. Тихо. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Я тебе сказал, ты меня не видишь. Красавчик просто. Красавчик бандит, а? Прошел в шаге от меня и не заметил. Тихо. Да, вот там вот мы будем добывать, но это потом. Хороший сундук. А у меня есть кирка. Есть у меня кирка. На всякий случай сохранился. Мало ли. Здесь никого. Похоже, что все бандиты были снаружи, да? Здесь еще корундовая жила. Хотя не факт, что все были снаружи, да? О! Так и умерла. Поза, конечно, у тебя. Давай-ка мы. Ну? Что такое? Почему я так хожу, странно? Да. Не можем мы ее переместить. Нормально. Вот, кстати, яды всякие. Крыло монарха. Это все для алхимии нам понадобится. Я там морожение. Почему нет? И зелье невидимости. Хорошо, идем дальше. Я, кстати, сюда не ходил. О, я вижу там. Там работы вовсе ведутся. Можно обойти, наверное, как раз вот с этой стороны. Блин, корундовых слитков мы здесь набьем, я чувствую. Но я это сделаю вне записи, скорее всего. Так. Вы же знаете, что я хочу сделать. Все-таки ничего особенного. Да, ты уверен? Смотри. Он мертв? Нет, вот он. Громила, блин. Зелье берсерка у него было. Так, хорошо. Движемся дальше. Где-то здесь уже главарь рядом. Совсем-совсем рядом. Знаете что? Все-таки иногда крик кое-какой необходим. Я знаю какой. Сейчас мы его выучим. Благо у нас душ драконов достаточно. Вот этот. Ну? У нас осталось две души, но... Мы их еще насобираем, я уверен. Так, двое, да, осталось, значит? Главарь, собственно, и вот этот вот дядька. Которого мы убьем мечом. Как просил обоять, я так и действую, в принципе. Так, ну что? Как мы с тобой поступим? Да возьми ты грибы. Да возьми ты грибы, е-мое. Отлично. Да, мы прям к нему сейчас и выйдем. Вон он. А ну-ка. Тут кто-нибудь есть? Он даже не заметил, кто его убил. Ай, хорошо получилось. Красиво, да? Прямо в дырочку. Вон оттуда. Жаль, не показали, да? Замедленного повтора, это было бы круто. Так, эбонитовая кольчуга. Вы движетесь тише, а противники, подошедшие слишком близко, получают 5 единиц урона ядом в секунду. Блин, классно. Тяжелая броня, правда. Но для коллекции. Я возьму все. Стальной меч мороза, это ладно. Холод. Эбонитовый щит тоже. Что в сундуке? Магический свет, зинаи. Мы жерелье скрытности. По-моему, у меня его нет. Одеяние новичка школы иллюзии. Теперь на обруч с рубином я возьму. Охотничий лук, это все дерьмо. Что дальше? Тайно перебить всех вместе под названием, ребята, стрелиножа. Ну, я, видимо, не всех перебил. Ладно. Так, стоп. Давайте всех перебьем тогда. И на этом серии уже закончим. Почти 50 минут она идет. Потом вне серии я тут подобываю. Отнесусь домой. В том числе и кольчугу. Так, кто же там на улице остался? Еще два человека, да? Алхимик. Один вообще спит. Так. Ладно. Блин, он поднялся. Опять лег. Не-не-не, ты меня не видишь. Что это было? Ты меня не видишь. Что это было? Черт. Ай, ладно. Ой, не тот крик. Ну, ладно. Скрытно не получилось. Но не скрытно, мы мастера. Одеть надо, ибо не твою кольчугу. Даже так. Без проблем. Отличная работа, мой защитник. Я благословляю тебя своим уважением. Немногие могут заслужить его и выжить, чтобы рассказать об этом. Я впишу твое имя в таблицу абсолютной тьмы. Можешь оставить себе мою эбонитовую броню в знак признательности. Ее свойства усилят твои таланты. Теперь ступай. Меня ждет интрига, которой потребуется все мое внимание. Ты можешь идти своей дорогой, куда бы она ни была. Всегда помни, все будет так, как ты того желаешь. Зоба эти выполнена. Ну-ка. 50 единиц сопротивления урону, 25 сопротивления магии, знак лорда. Это из-за брони, что ли? Нет. Повышение запаса сил, амулет голдура, да. Капюшон главы гильдии. Все равно выгоднее. Так. Да, только броня, похоже. Больше она нам ничего не дала. Бронник Димбеллы. Так. Эй. Странно, что там написано про другие вещи, а про абонитовую кольчугу. Вы движетесь тише, а противники подошедшие слишком близко. Блин, это круто на самом деле. Как выглядит-то хоть? Я тебе крикнул, зачем? Вон там кого-то кто-то есть, кстати. Ох. Смотрите на меня. На Алекса нашего, точнее. Супер, по-моему. Ох. Слушайте, а круто выглядит, реально. Ну ладно, мы ее сложим все, как я и говорю. Нет, ну. Одеться-то надо, конечно. Где наша? Нет, ни Кираса, братья в буре. Кстати, как выглядит она? Ну, так себе. Не очень подходит нашему герою. Вот это нам подойдет. Ладно. На этом мы закончим эту серию, друзья. И продолжим свои приключения в следующей. Увидимся на развлекательном канале S&G. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Всем пока.